Бурбанг Филмс Австралия представляет Автор сценария Пол Лиден Фильм поставлен по мотивам поэмы Генри Усворта «Лонгфелло» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Испокон веков индейские племена сражались друг с другом повсюду От вод великих озер на севере до бесплодных пустынь на юге На просторах континента индейские племена вели бесконечные битвы друг с другом Субтитры создавал DimaTorzok Только одно могло остановить древнюю вражду племен Великая трубка мира Субтитры создавал DimaTorzok Ак! 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 Великая трубка мира зажигалась только тогда, когда страшная угроза нависала над всеми индийскими племенами. И такое время пришло. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Люди индейских племен. Вы знаете меня. Я Маниту, мудрейший из мудрых. Страшная угроза нависла над всеми нами. Что это за угроза, о Маниту? Скажи нам. Скажи! Скажи! Я не знаю, что это за напасть. Единственное, что я знаю, это то, что она придет, когда Ишкуда, Великая Комета, вновь появится в небесах над вами. Маниту, что нам делать? Среди нас есть дитя, которое спасет индейцев. Я не знаю, кто это. Мы должны прекратить битвы и объединить все наши силы, чтобы выжить. Что они говорят, бабушка? Мудрая Маниту говорит, что есть человек, который спасет всех нас. Может, это ты, Гайавата. Я иду к Гичи Гюми поиграть с Чибалябосом и Мини Гагой. Гайавата! Я знаю, знаю, не беспокойся. Я обещаю, что не упаду с обрыва и не пойду на запретное озеро. Мини Гага! Ты зачем так подкрадываешься к людям? Я? Это ты подкрадывался к Чибалябосу. Это другое дело. Но ты же подкрадывался ко мне. Ладно. Пойдем, я покажу вам бобровую плотину. Пошли. 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 КОНЕЦ КОНЕЦ Я скоро вернусь, дружок. Оставайся здесь и сторожи наш Вигвам. Ну что, мини-гога, какую игру ты изобрела? Всё просто. Кто сумеет снять ошейник с этого старого пса, тот и выиграл. С этой дряхлой собаки? Попробуй. Ну, старина, отдай мне свой ошейник. Тебе меня не испугать. Я его всё равно сниму. Никто не сможет снять ошейник с этого пса. Он такой злой. А ты не хочешь попробовать? Чебоямос? Нет, спасибо, что-то не хочется. Тогда я сниму его сама. КОНЕЦ КОНЕЦ Десять лет спустя. КОНЕЦ 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 Это комета Ишкуда. КОНЕЦ 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 Мы должны торопиться, дружок. Мудрый Маниту сказал, что как только комета Ишкуда исчезнет за горизонтом, наше время истечет, и люди умрут от голода. КОНЕЦ Интересно, что имел в виду Маниту, когда сказал, что боги помогут мне? Как они могут мне помочь? Теперь ты можешь понимать, что говорят животные. Я могу. Что? Говорящая белка? Да, Вейлот. Это помощь богов. Любое животное теперь может говорить с тобой и понимать тебя. Мы поможем тебе в твоем путешествии. Что за шум? Никогда не думал, что... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Гая-Вата, поторопись. Мы на запретном озере. Мы вступили в край Мишанамы. Здесь живёт Великий Осётр. Я потерял весло. Шшшш. Великий Осётр живёт на дне озера. Если мы не будем шуметь, то сможем проскользнуть незамеченными. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Гая-Вата, 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 я здесь! Не бойся, Чибая-Вата, поможет тебе! О, нет! Чибая-Вата, я же сказал ему, чтобы он оставался дома. Его крики разбудят царя рыб. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я его не слышу. Должно быть, и он меня не слышит. Чибая-Вас идёт к тебе на помощь! Я плыву к тебе, Гая-Вата! Он нас услышит, он нас услышит! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тише, Чимая-Вас! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поехали! Это его ребра. Ну что ж, он пожалеет, что проглотил нас. Поехали! Гайвата, что ты делаешь? Сейчас не время купаться. Спасибо, Чибаябас. Но что ты здесь делаешь? Я подумал, что тебе понадобится помощь. Я оказался прав. Плохо бы тебе пришлось, если бы не я. Да, тогда бы мы плыли на своем каное. Вам просто повезло. Говорящая белка? Я всё объясню. Ишкуда почти не видна. Времени мало. Куда мы двинемся завтра? Нам ещё грести много миль, пока мы не доберёмся до края Шогаши. Аджидама, кто такой Шогаши? Шогаши. Шогаши, это царь Раков. Я никогда не видела его, но слышала, что он огромный. Рак. Мы поймаем его и съедим на ужин. Подумаешь, какой-то рак. Храбрый Гайевата поймает царя Раков. И мы его съедим. Ням-ням-ням. Тихо. Что это? Бобровая плотина. Сколько же тут бобров? Как нам её обойти? Как? Слышите? Шогаши. Ты всё ещё хочешь съесть его на ужин? Кажется, тут есть обходной путь. Мы пропали. Это Амик. Бобёр. Амик, помоги нам. Мы идём к Белой горе. Но Шогаши не даёт пройти нам. Быстро сюда. Бросайте лодку. Спасибо тебе, Амик. Если боги дали тебе способность понимать речь животных, значит, они хотят, чтобы мы помогли тебе. Прощай. Мы должны продолжать путь через край злого змея Кенебика. А другой дороги нет? Нет. Чтобы дойти до Белой горы, мы должны миновать змея и другого пути нет. Нет, есть. Кто это сказал? Я. А кто ты, маленький друг? Меня зовут Дагиньда. И я тебе не друг. Ты сказал, что есть другой путь к Белой горе. Другой путь есть. Через дюны Серебряного Песка. Край Негаводжу. Так чего мы ждём? Куда нам идти, Дакхана? Дагиньда. Идите туда, и через семь солнц вы попадёте к дюнам Серебряного Песка. Семь солнц? У нас нет столько времени. Комета и Шкуда уже совсем низко на небе. Мы не можем мешкать. Да будет так. Желаю удачи при встрече с великим змеем Кенебиком. Она вам понадобится. Пошли, нам надо торопиться. Гигантская рыба, гигантский рак, а теперь ещё гигантский змей. Куда я попал? Ну и что это? Старое бревно. Гая Вата? Гая Вата! Скорее, Чибая Бас, играй на своей флейте. Змеи любят музыку. Я... 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 Я не могу. Ну что ж, Кенебик. Посмотрим, как быстро ты умеешь двигаться. Пошли, Кенебик. Сожалею. Попробую ещё раз. Хочешь ещё попробовать? Попробую. Японская рыбу толпом. Посмотрим. Попробую. Скорее, Японская рыба-какая. Попробую. 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 Тебе. Попробую. Наверное, нам можно идти. Кенебик, кажется, устал. Отличная работа, подруга. Идём, нам надо торопиться. Ишкуда почти скрылась за горизонтом. Наше время истекает. Куда мы пойдём дальше? Нет, не говори мне. Я не хочу этого знать. Завтра мы преодолеем гремучие воды и войдём в великий лес. Край волков ветра. Я так и знал. Не нужно мне было спрашивать. А что за волки ветра? Аджидама, ты знаешь, кто такие волки ветра? Да, но лучше бы не знала. Это огромные серые чудовища, безжалостные, свирепые. У них огромные жёлтые глаза и клыки, острые, как бритва. Хватит. Мне кажется, мы поняли, кто это такие. Субтитры создавал DimaTorzok. А-а-а! А-а-а! Спасибо, Гаевата. Может, мы зря сюда пришли? Ты можешь повернуть назад, Чебоябас. Тебе от меня так просто не избавиться. Пошли. Если мы будем идти быстро и тихо, может быть, мы сумеем проскользнуть незамеченными. Волки ветра. А-а-а! Волков слишком много, а у нас нет оружия. О, нет, они сейчас нападут. Только одного. Это Вабас и кролик, он нам поможет. Только одного боятся волки ветра. О чём ты говоришь, Вабаса? Это заставляет их в ужасе убегать прочь. Да, конечно. Только одного боятся. Чего же? Огня. Аджидама, Чебоябас, собирайте хворост. Скорей, Гаевата, скорей! Гаевата, скорей! Спасибо тебе, друг Ты спас нам жизнь Два раза Только одну вещь на свете я люблю больше, чем морковку Только одну Долгие беседы с людьми Помню, как-то раз Грилота, у нас нет времени Аджидама права Мы послушаем тебя в другой раз, Вабасу Скажи, как пройти к Белой горе? Ну что ж Туда Спасибо тебе большое Белая гора Пойдем, мы почти у цели Постой, Чебоябас Наше путешествие еще не закончено Мы сейчас в царстве Кеню Великого Орла Я его нигде не вижу Ладно, пойдем же На этот раз наш певец прав Лишь куда почти скрылась Нам надо торопиться Кеню Кеню, Великий Орел Он нас не заметил А вдруг все-таки заметил Быстро, сюда Берегись Нет Осторожней, Гоевата Не попати в Чебоябаса Что я наделал? Он жив Он жив Я присмотрю за ним до твоего возвращения Нет, я не могу оставить друга Иди Все будет в порядке Да будет так Я сам найду Мишу Мокву Великого Медведя Ты должен подкрепиться У тебя совсем нет сил Ты голоден? Да Умираю от голода Орехи? Орехи Орехи Медведя Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Миша Моква, я Гаявата из племени Аджикбеев. Я ищу то, что есть у тебя. Медведь, выходи из своей пещеры. Посмотрим, кто храбрее. Миша Моква, медведь или Гаявата, человек. Я знал, что придёт день, когда кто-нибудь попытается украсть у меня мои тайны. Но я ждал, что это будет кто-нибудь посильнее, чем ты. Посмотрим, кто сильнее. Тебе надо было накопить побольше сил, человечишка. Понравилось, медведь? Это укус мухи. Мне надоело с тобой играть. Я им... Похлубитры. Похлубим. 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 Пойду-ка я, пожалуй, посплю. Комета Ишкуда почти скрылась. Я должен попытаться. Должен. 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 Здравствуй, Гайавата. зерна мы прошли через все это ради каких-то зерен зерна конечно разве есть лучшее средство против голода чем новый злак мы должны их немедленно посадить в землю мы не ту а где мини-гага очень жаль гая вата мини-гага умирает от голода ей уже недолго осталось я должен ее увидеть ей нужно бы поесть гая вата иначе а а а а а а а а а и и а а а Спасибо тебе, Гаевата Нам теперь хватит еды, чтобы накормить все племена Мы спасены Как мы назовем этот новый злак, Маниту? Это дар богов, его надо назвать Мандамин Вот, Минигага, ешь Это Мандамин И вот снова была зажжена Великая Трубка Мира И все племена собрались вместе На этот раз, чтобы выслушать добрые вести Конец голода и свадьба Со временем, храбрый и мудрый Гаевата Стал вождем племени Аджикбеев И главой всех индейских племен Фильм озвучен студией «Инис» По заказу компании «Централ Партнершип» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok